О моих близких здесь, в Страсбурге, которым я помогал два с половиной года. Сегодня, вчера дождь весь день шел, и сейчас дождь, и давление, видимо, упало, голова немножко сонлилась такая, учить французский язык, поэтому я решил записать этот ролик. Итак, я остановился на том, что вот жил я тогда в городе в Нанси, а не в Страсбурге, и я каждые две недели приезжал сюда к ним с подарками. Вот, уезжая, я подарил электронную книгу, читалку старшенькой девочке с книжками, вот взломанную, там можно на рутрекере найти мой клон, с кучей программ для этой книжки. Потом привез ноутбук для всех для них, и когда я приезжал, я каждый раз сидел там в этой комнате для посетителей, я им все настраивал. Да, и самое важное, тоже, наверное, очень важное, каждый раз я им привозил несколько килограмм сушеного, вяленого мяса. Я покупал мясо, и там была у меня батарея в комнате такая горячая, очень горячая батарея, и я на ней смог сушить мясо, это было очень вкусно. Я привозил мясо, там продукты, которые я получал в Нанси, все, все вез им, это было всегда где-то пара сумок я привозил всего. Да, и привез я последний мой приезд, это было, по-моему, 10 марта 2018 года, я привез в Микке на день рождения свой сотовый, которым я пользовался сам, Sony Z3, который я купил в Австрии, там что-то дорого, за 180 евро, по-моему, ну, хороший, мне нравился этот телефон, наверное, для меня это было идеально. А себе купил я более старую модель, Z1, я еще Микке на выбор сказал, вот Микка в интернете, по интернету послал, выбирай тебе какой, Z3 или Z1. Он говорит, ну, он посмотрел, наверное, на Z1, более простой, более дешевый, говорит, Z1. И когда я приехал, я говорю, Микка, ну смотри, Z3 же лучше, почему ты Z1 выбираешь? Он говорит, ну, хорошо, взял Z3, вот. Ну, и, конечно, мало кто понимает, что сама железка, это пол подарка, это не сам, именно эту железку довести до ума, поставить все программы, настроить, многие часы для этого требуются, чтобы все отладить. Ну, это все было испорчено, Микка попользовался, и месяца, наверное, не попользовался этим подарком, он его, в общем, он его разбил. Вот, а я, там же надо мной все это описано, в интернете выложено, издевались в Нанси, я не выдержал, ушел в большой лес умирать. Там такой большой лес, километров 10 такой диаметр. Я там был 40 дней без покупки продуктов, через дней 10 еда закончилась, и где-то недели две я вообще ничего не ел. Недели две я начал есть, там трава появилась, ел траву. Первая вообще неделя я был в снегу там, там еще снег был, минус 7 было. Ну, выжил я, выжил я, вернулся к людям, потому что я вспомнил про детей, вспомнил, что у них, может быть, там ноутбук опять будет не работать, что-то какие-то еще нужды, что, может быть, я еще пригожусь им как-то помочь. И, в общем, я решил вернуться. А так, был настрой такой, что вот я не кушал, ну, кушал, когда боль была во всем теле, потому что началась уже дистрофия, видимо. То есть, когда все тело болит, вообще абсолютно все тело болит, все везде болит. Это дистрофия, когда организм уже ищет по клеткам, по своим, где убить какую клетку, чтобы хоть как-то свою жизнедеятельность продолжить. И там я наткнулся на русскоязычных граждан Франции, и, в общем, все описано в интернете, как я вернулся. Меня обманули с этим, меня там очень сильно обманули. Они представили меня как некая параноика, что мне все показалось, что надо мной никто не издевался, что я просто ушел в лес как бы погулять. Но все это описано, все это страшно, то, что просто даже слов не находится передать весь ужас. Это, наверное, есть такие художественные фильмы, когда человек живет, а потом он попадает в ужас. Когда его подталкивают к смерти, или когда его медленно убивают на глазах у всех. Вот это ужас. Но людям почему-то это неинтересно, люди почему-то не склонны в это верить. Ну, ладно. И, в общем, меня поместили в психушку Верштайн, в закрытку. Я оттуда по интернету вышел на них, и как раз Миккин телефон разбился вот в эти дни. Я вот сейчас думаю, не разбили ли этот телефон специально, потому что, ну, в общем, разбился этот телефон, и у меня потерялась вообще связь с Миккой. И потом мне глава семейства говорит, может быть, они приедут меня навестить, или он приедет. Я им сказал, да не надо, это же затраты. Ну, это 5 евро на дорогу было туда, 5 евро обратно, 10 евро. Я думаю, что они могли бы себе такое позволить, но они приехали. И когда я сюда приехал, я был очень ослабленный, потому что я не ел, ну, 4 недели почти не ел еды. Последнюю неделю только я ходил и упрашивал там хлеб на трассе, в общем, кое-как мне что-то давали, чтобы боли просто не были такими страшными. А почему боли? Потому что резко прекратил кушать, не плавно, а резко. Вот поэтому и боли. Описано, ну, блокадниками, что если медленно, вот медленно, они месяцами потихоньку понижают прием пищи, то боли они как бы не возникают. И человек умирает просто, вот, дуй на него, и он упадет, умрет. Он даже как уснет. Вот, я на это рассчитывал, но так не получилось. Я был очень слабый, и я с трудом тащил этот рюкзак с этой больницы. И когда я сюда приехал, я их попросил, привезите мне, пожалуйста, воды. Они спросили, может, тебе что надо? Я сказал, нет, только воды, потому что мне в магазин идти очень тяжело. Я с собой продукты взял, а воды питьевой не было. А вот эту воду пить нельзя из этого пруда, она техническая здесь. И негде было набрать воды тут. И, в общем, они приехали ко мне, и они забыли. Они забыли привезти мне воды. Это меня очень сильно поразило. Поскольку, как это так, я когда я к ним приезжал из Нанси, вот я привозил все эти подарки, они же видели, что я им все отдаю, что у меня есть. И я пытаюсь всячески им помочь. И так оно было вот до последнего времени. Всячески я все отдавал. И они не привезли мне воды. И они не приехали сюда. Пока я им не сказал, что вот, да, и их папа, он, когда я приезжал к нему, когда подарил ноутбук, он детям сказал, называйте его на вы. Я сказал, зачем на вы? Они же, мы же, я с ними играл в футбол, они меня называли Саша. Зачем на вы? Не надо, не надо ничего менять. Пусть на ты и называют. И так оно и осталось. Вот. И здесь я вот так и был один, они так и не приехали. И только приехали, когда я сказал, приедьте, заберите у меня деньги. Я тогда был в жуткой депрессии, я решил уйти дальше, умирать. Я сказал, придите, я вам отдам деньги, я все равно уеду умирать большой лес тут на запад, от Страсбурга. И деньги, чтобы не пропали, отдам вам. Они мне не нужны, эти деньги будут. И они только тогда приехали, и воды мне еще не привезли. И когда я эти деньги отдал, по-моему, 200 что ли евро, этот отец, глава семейства, мне сказал, говорит, давайте я расписку напишу. И меня это тоже очень сильно поразило, поскольку какая расписка, какая расписка между своими, какая расписка. Они что, не видят, как я к ним отношусь? Мне это сильно поразило. И когда они ушли, они мне на прощание, там, младшенький, сказал, Саш, не надо деньги, забери обратно. И я сказал, почему? А отец говорит, он не хочет, чтобы ты уходил, умирал. Я сказал, ну, во-первых, никто не знает, что будет. Я еще пока вот не решил, это пока вам на хранение как бы отдаю. Младшенький, старшенький говорит, а как же мы без тебя жить будем? А мне это показалось как-то вот слишком уж чересчур, как бы так наигранно сказано. И я сказал, проживете. Потому что делать-то нечего-то. И они тогда рассмеяли, как бы рассмеялись. И когда они ушли, я вернулся сюда, я думал, как они себя вели. И как бы отовсюду какие-то, как какой-то хохот такой, как бы слышался. Не как говорят там, голоса какие-то, а вот именно, как сказать, такая была атмосфера. Как будто надо мной насмеялись. И, в общем, потом я еще раз к ним приезжал, чтобы исправить ноутбук. Я обнаружил, что жесткий диск подгорел. Видимо, ставили его на кровать. И я отдал свое здоровье для них. Мне там нельзя было, как бы, ну, долго быть. Но чтобы его сделать, чтобы перенести все данные с диска на диск, нужно было много времени. Нужно было много часов. И они меня оставили там. И, в общем, я не спал сутки, и я сделал все. Вот у меня была задача сделать. У меня было, как... Они, они, они были для меня на первом месте. И у меня была задача всегда все отдать только ради них. Я сделал так этот ноутбук, который потом сломался уже, видимо, от того, что они на улице вынеслись в холодное время года. И потом занесли в помещение там конденсат, в общем, уже из-за других причин. Ну, это отдельный разговор. В общем, они его, так сказать, довели. И потом им, старшенькому, подарили, дали ноутбук в лицее, и он его тоже, тоже не в лицее, а в колледже, да. Ну, да ладно. И, в общем, они это совершенно... Они это восприняли, как будто я там хотел у них остаться на ночь. То есть не потому, что я пожертвовал своим здоровьем, чтобы любой ценой сделать этот ноутбук, потому что он нужен для детей. Нет, они, я так понял, они мне даже не покормили, когда я уходил. И им надо было меня как бы выгнать, потому что они подумали, а может быть, я хочу задержаться, я не знаю, как-то можно представить. У меня же... Они же видят, что я месяцами живу в лесу, в палатке, что я... Я альпинист, что мне не нужно никуда стремиться... Вот... Они меня как бы выгнали и даже не покормили напоследок. И, когда это был последний раз тогда у них, я им отдал свою карточку банковскую, куда мне пенсия приходила. Она там через два месяца... У нее срок действия заканчивался. И доверие... Ну, недоверенность такая... Не подтвержденная нотариусом, конечно. Такая доверенность на них, на главу семейства, что я разрешаю потратить все мои деньги. Но это на тот случай, если их обвинят в воровстве, допустим. Что они украли. И я им сказал. Я уйду. Я, наверное, уйду. Я вам отдаю на хранение эту карточку. Вот вам это, чтобы вас не обвинили в воровстве. Если меня через два месяца обратно не будет, эти деньги ваши. Так было всем четко разъяснено. Вот. Естественно, это не было написано в этой записочке. И... Это было, по-моему, 18... 18 мая. И ко мне подходила тогда младшая, средненькая. А я думал, что у нее 18 июня день рождения. И я ее не поздравил. И потом она плакала. И я спрашивал детей, а почему она плачет? А мне сказали, да нет, да просто она. Просто так плачет. А она просто плакала, потому что я ее не поздравил с днем рождения. Я их всех поздравлял. Всем им дарил подарки дорогие. А ее даже не поздравил. Ну зачем было меня так подставлять? Ну вы бы мне подсказали, у нее день рождения сегодня. Они мне просто подставили. И они из ничего сделали какое-то вот что-то страшное. Потом, конечно, я ее поздравлял. Я ей справлялся. Я сказал, что извини, я перепутал месяц. Я не записал. И я перепутал. На память ошибся. Такое может быть? И когда я уходил оттуда, я шел с папой. Я сказал, что 25 мая у меня день рождения. Он сделал вид, что он не услышал. Я повторил, он сделал вид, что опять не услышал. И потом они мне так и не поздравили с днем рождения. И на третий день они побежали. Он, старшенький, снял деньги с этой карточки. То есть они не удержались. Тут же снять деньги, как только в их руках оказалась чужая банковская карточка. Может быть, они думали, что там много денег и надо снять все. Но там было немного денег. 90 евро сняли. Но не в сумме денег. Не в сумме предательства. Оно не в сумме, а в принципе. Меня предали. Меня предали. И как мне позднее стало известно, это было сведомо родителей. Они представили так, что это он как бы сам. Но потом, по косвенным всем своим наблюдениям, я когда узнал вообще об этом, я испугался. Я подумал, а кто? То есть я никуда не ушел, ни в какой лес. Мне сделали демисельон, мне вернули бесплатные продукты. Я смог, что я смогу здесь зацепиться. Просто я подумал, может, меня всего лишили. И просто я уже устал от всего этого. И я никуда не ушел. Они это знали, что я никуда не ушел. Я собирался, но я не ушел. И я узнал по интернету. Зашел в кабинет своей карточки Сбербанка. И обнаружил, что все деньги сняли. И где сняли, когда сняли. И все это распечатал. Пришел к ним. Позвал старшенька там рядом в парк с ноутбуком. Мне нужно было кое-что сделать. Я его спросил, а ты не знаешь, кто деньги снял? Может быть, вы кому-то давали мою расписку? Там пароли были все напечатаны. Я сначала подумал, что просто какие-то его друзья, мальчики, гости какие-то. Они, может быть, кому-то хвалились. Кто-то сфотографировал или украл или что. Ну, в общем, кто-то без их ведома снял. Потому что я не мог допустить, как это обокрасть. Того, кто тебя любит, кто тебе свое и последнее отдает. Вот такая была ситуация. И он расплакался. Он расплакался, он мне все рассказал. Он сказал, что он решил, что мне не нужны деньги, что я им отдал. Сказал, потратьте, ради бога. Ну, сделал вид, что не до конца понял. Что я отдаю вам на хранение. Вот если я не приду тут. Ну, как это? Понятно же дураку понятно, что человек не может жить без денег. И что это его последние деньги. И что он еще не ушел никуда. Он, может быть, еще будет жить. Он же сам хотел, чтобы я жил, никуда не уходил. И получается, я потом много раз его ловил на этом вранье. Когда он врет, и когда ты его ловишь на вранье, он смеется. И он, а, он умел слезу пускать очень так художественно. И я, когда все это увидел, он расплакался. И я его как бы простил в душе. Но до этого, три дня, я жить не хотел, когда я все это узнал. И, нет, не до этого. Ну, то есть, в течение трех дней я жить не хотел. И я тогда очень серьезно решал, что с этой, что с ними что-то не так. Что так нельзя поступать. Они из России, ну, ладно, они там в России, ладно, это уже другие дела. Я не буду этого касаться. Что если ты обманываешь, обкрадываешь того, кто тебя любит... Ну, я как, я это вообще-то через Мику с ними познакомился. Я решил Мике помочь. В Австрии я думал над этим, что как они, что с ними. Вот могу ли я им помочь. В моих ли это силах. Я хотел Мике помочь. Потому что в Польше я получил от них невербальные сигналы от детей СОС. Сигналы СОС от детей. Потому что дети оказались в чужой обстановке. Дети оказались... Видимо, дети по ним чувствовали, что что-то страшное впереди будет. Что у них не будет дома. Что они будут в опасности. Они видели страшные вещи тогда уже. Я просто захотел им помочь. И я как бы, ну, громко будет сказано, сердце отдал, да, Мике. Ну, в том смысле, что я в нем увидал самого себя. И нечто очень такое на животном уровне, что-то сработало такое. Что мне захотелось горой встать на его защиту и помочь ему. Но я в Австрии понял, что я не могу ему помочь, не помогая всей семье. И потом я начал помогать всей семье. И я постепенно со всеми с ними познакомился. И они мне все очень понравились. И я с удовольствием, с радостью всем им помогал. То есть получилось так вот именно, через Мику. И сейчас Мика все держалась на нем. И он был последний тот, кто меня не предавал, кто надо мной не смеялся. И, в общем, получилось так, что он меня теперь уже предал. И мне нет ради кого помогать теперь этой семье. Нет. Даже если бы только один Мик остался честный, порядочный, то я бы помогал бы, дальше помогал бы всей семье ради Мики. Даже если бы все остальные плохо бы со мной обращались и продолжали бы обманывать и так далее, то я бы помогал бы всем им ради Мики. Потому что они его родня. И вот они меня не поздравили. Но мои деньги они использовали на подарки. Я сказал, потратите мои деньги на подарки. И когда я пришел вот уже позже, они меня пригласили на 26 мая к их нему младшенькому. И он ходил с детьми. Они на рынок купили там планшет, там что-то еще на мои деньги, видимо. То есть они потратили мои деньги. Мне не жалко этих. Дело в том, что я для чего брал эту карточку. Я взял эту карточку и я еще рассчитывал получить пособие. Я хотел же ведь деньги на них же потратить. И я обнаружил, что деньги украдены. То есть мне это непонятно. Для чего воровать у того, кто тебя любит. И кто на тебя все равно все свои деньги потратит. Выбор между одним и другим. А позднее оказалось так, что все разбивается об один очень простой принцип. Когда кто-то один, ради себя одного, разрушает все вокруг. Ну, например, там воры, они воруют на рубль, а на 100 рублей портят. И тут то же самое получилось. Что кто-то счел, так сказать, свою выгоду личную. Гораздо важнее всего. Главное других людей и так далее. И я тогда серьезно решал, что с ними надо срочно порвать. Но я не представлял, как это сделать. Я был в таком состоянии, в ужасном. Когда я сам вот еле выживал чисто духовно, морально, я был раздавлен, разбит этими французами гнилыми, жестокими, бесчеловечными и морально абсолютно уродами. Мне не было ради чего жить вообще. Ради Франции, ради той Франции, которую я видел. Я бы сказал, Франция повернулась ко мне сракой и увидел эту гнилую, вонючую сраку Франции. Я не хотел жить в этом обществе. И только бы ради них бы я жил, ради этих своих близких, новых близких. Это, это, я, эти мои мучения, вот три дня, это было что-то, это было что-то. Я еле выживал. Это, я вот как-то мгновенно меня бросило в черную депрессию, я еле выживал. И потом я постепенно как-то выкаркнулся, лес мне помог. Я решил, что я буду месяц-два наблюдать, правда это так произошло или нет. И через месяц-два я убедился, что да, именно так все и произошло. Что это было сведомо всей семьи. И что это было, что это было именно украдено. Потому что четко было сказано, что я отдаю вам это на хранение. И это было именно украдено. И потом, когда у меня не было денег, у меня не было денег довольно долго, вообще не было никаких доходов. И те продукты, которые я брал, они, ну, мне не хватало на два-три дня тогда. Ну, может быть на четыре я растягивал, это максимум. И у меня не было денег где-то три-четыре месяца вообще не было денег. И они мне давали деньги от себя, как бы помогали. Они практически мне вернули 60 евро с тех моих денег, которые вот они... Но они давали мне на месяц, ну, 10 евро на месяц. 20 евро там давали на месяц. Они давали три раза. 10, 20 и 30 евро мне. Каждый месяц. Вот они мне давали такие деньги тогда. Когда они для себя покупали там кроссовки там за 60 евро, за 90 евро. Там велосипеды там за 80 евро. Вот, вот, вот. А мне давали они 10 евро на месяц. Вот, вот, вот это тоже я отметил. Но все это как бы сразу... Но потом наступило лето, я ходил на БГРЗ сюда, на пруды, там вместе с... Я их вытащил туда на БГРЗ. Я сделал еще один небольшой подвиг. Они не пускали родителей на это купаться. И дети сидели практически в заперти или играли только в футбол. Что для позвоночника не очень хорошо. Я отвоевал это. То, что детям детей надо... В общем, я это... Долго я их убеждал. В итоге получилось у меня. И вот они стали теперь ходить купаться. И даже девочки. В общем, смог я это сделать. И ради детей... Да, я подумал. Вот старшеньки, хорошо, он украл. Хорошо, с ведома родителей. Хорошо. Но что? Из-за этого, что я не буду теперь Мике помогать? Чем Мика там виноват? Чем Мика не виноват? И я решил, что я перешагну через себя ради Мики. И ради других детей маленьких, которые... Они не виноваты. И я перешагнул через себя. И решил, что я буду им помогать и дальше. Просто теперь вот не буду я. И с этих пор я со старшеньким... Хотя раньше я со старшеньким именно общался в основном. Звонил, с ним все время разговаривал. Приезжал и с ним все разговаривал. Мик, он был как бы в стороне. Я с ним мало общался. А теперь я потихоньку перестал со старшеньким общаться. Стал общаться с Микой, потому что мне было уже... Да, и он расплакался тогда. Значит, он признал свою вину. И я это слово не произнес. Я его пожалел. Но я его простил тогда. А через год он взял свои слова обратно. И сказал, что он ничего плохого не делал. И что, получается, я виноват. Вот я во всем виноват. Теперь все то, что я благое для них делаю, они мне обратили в какую-то вину. Я не знаю даже, как это можно себе представить.